А сейчас будем говорить с вами о двойном теракции на северо-востоке Сирии. На очередном экстремисты нанесли удар в городе Эль-Камышлы. В результате атаки погибли 40 человек и более 200 получили ранения. Подробности, как и обещала. Прямо сейчас узнаем у нашего корреспондента Артура Кибекова. Артур, приветствую тебя. Расскажи, какие объекты стали целью на этот раз? Да, Оксана, я тебя тоже приветствую. Приветствую всех зрителей. Оксана, мы буквально вчера именно с тобой говорили о том, что операция курдов в Мамбедж очень медленно идет. О том, что ИГИЛ наносят удар за ударом. ИГИЛ не заставили нас долго ждать. Они нанесли на этот раз удар вглубь территории, которая контролирует курдийское ополчение. Цел теракта стали два здания. Самое главное почти у курдов. Это военный департамент курдийских ополчений, так названных демократических сил Сирии. Это департамент полиции внутренней их разглашенной, саморазглашенной автономии. И это еще и военный команд их, где набираются новобранцы. Теракт действительно был очень умно придуман, очень хитро. Это все было сделано, но сам ужас от того, что ИГИЛ может действительно так глубоко нервнуть в территорию под контролем курдов. Один террорист, одет в камуфляже, принадлежащий демократическим сил Сирии, приехал на мотоцикле к военному департаменту. К военному департаменту подошел, припарковал свой мотоцикл и потом подорвал себя с мотоциклом среди курдийских ополченцев. Сразу жертвы впали, раненых было очень много. Когда спустя около 7 минут и скорые уже подъехали на место теракта, то дальнобойная машина, скотовоз, который возил мелкого рогатого скота, начинен 6 тоннами взрывчатки. Взрывчатка была очень умно распределена среди скота. Взорвался уже этот грузовик, нанес огромный не только материальный ущерб, но и человеческий еще ущерб. Можно сейчас сказать о том, что масштаб разрухи в полтора квадратных километров. Можете себе представить, картинка показывает и объясняет, сколько домов там пострадало. По нашим данным, наш источник сообщает о 45 жертв, уже 215 раненых. И сейчас работают спасатели еще под завалами, чтобы поднять, скорее всего, к сожалению, конечно, еще больше погибших и еще больше раненых. Пострадало не менее 150 квартир вдоль этой улицы, где взорвался этот дальнобой. Можете себе представить мощность этого взрыва. Некоторые наши источники сообщали в город Хасаки и по трассе между Камашли и Хасаки о том, что мелкое землетрясение в пригороде Камашли. И вот что казалось людям в городе Амуда, к примеру, в 30 километров от места взрыва. Действительно, взрыв очень мощный был. Очень, еще раз хочу сказать о том, что он был очень умно придуман и нанес огромные жертвы и огромный ущерб. Здание военного департамента курдийских ополоченцев полностью разрушено. Здание департамента полиции Асаиш, так названный, тоже полностью разрушено. Десятки погибших. Сейчас, скорее всего, будет еще больше погибших, поскольку у многих ранение очень серьезное. ИГИЛ, Оксана, не дает долго сейчас уже ждать. Они везде наносят удары. И курдам, скорее всего, придется что-то сделать с этим провалом в сфере безопасности. В городе Камашли за последние три месяца только 12 терактов. Можете себе представить, 12 терактов в самом городе. Но этот теракт сегодняшний приносит определенный характер. Он носит послание самым демократическим силам Сирии о том, что у вас самые главные три здания снесены с лица земли. Курдам придется что-то сделать с этим очень скоро, иначе очень много мирных могут пострадать. ИГИЛ доказывает еще раз, Оксана, о том, что они действительно везде. И на их стороне немало таких людей-смертников, которые носят их идеологию и готовы приносить в жертву десятки людей. Ужас, ужас. Артур еще и замаскировался как раз, как будто бы сам из демократических сил, вот этот первый смирник. А что касается второго, вот этого дальнобойщика, может быть, есть какие-то версии. Ведь там блокпосты. Артур, как он с таким количеством взрывчатки на видео смотришь, кажется, что бомбили с воздуха. Как он мог попасть в Эль-Камышлы? Не проверяют? Да, очень интересный вопрос. Хочу объяснить, Оксана, что блокпост Асайша, это полиция Курдов, находился ровно в 100 метров от этих зданий. То есть дальнобой именно прошел блокпост, но распределили взрывчатку среди мелкого скота. Датчики, которые проверяют эти машины дальнобойные, они отдельные, имеют отдельный свой ряд на самом блокпосту. Ну, нахождение мелкого рогатого скота искрило от самого дачника, поскольку это, простите, если можно это сказать, живое мясо. Прикрило именно от дачника того, что имеется взрывчатка в этом дальнобое. Он проехал ровно 50 метров, стал справа на обочине, почти прямо напротив этих двух зданий, вернее, трех зданий курдийских ополченцев. И подождав 7 минут, хотя сам водитель этого грузовика и есть смертник, его сопровождающий тоже смертник. Они могли сами пострадать от первого взрыва, но очень умно все рассчитано. Расстояние, время и момент взрыва. Это уже говорит о том, что это не простые люди этим занимаются, Оксана. Это не могут быть какие-то варвары. Это, скорее всего, люди, которые хорошо разбираются в взрывчатке, в технологии. И это люди, которые могут стратегию назначить и стратегию такую создавать, чтобы там не было ни одного провала. Действительно, это очень страшно. И это заставляет их блокпостов на сегодняшний день пересмотреть всю их тактику проверки и машин, и дальнобойщиков, и так далее. Но это снова же, Оксана, повлияет на мирное население, на арабское население. Поскольку многие курды считают, что арабы поддерживают ИГИЛ. То есть, обратите внимание, тут палка двух концов, если можно это сказать. Сильно, тщательно проверить, арабское население будет себя тесно чувствовать. Плохо проверить, значит, ИГИЛ будут внедрять многие смертники среди этих арабов. Оксана. Да, очень сложная ситуация. Спасибо тебе большое, Артур. И напомню, уже 45 погибших, по данным нашего корреспондента из Сирии. Сегодня в городе Эль-Камышлы произошел двойной теракт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...